Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Сегодня мы поговорим о том, как паре организовать супружеское время, когда некогда побыть вдвоем, потому что работа, дети, коты, учеба, волонтерство и прочая суета! Напоминаю, супружеское время это когда муж и жена вдвоем и никто не фонит! Если побыть вдвоем совсем некогда, то лучше всего начать организовывать супружеское время ночью, когда вам никто не мешает! А чтобы вы никому не мешали, использовать то, что в цивилизованном мире называется тихая дискотека! А, это беспроводные наушники? Беспроводные наушники, конечно, тоже используются как один из компонентов мероприятия! Мы в этом видео расскажем, как в целом организовать супружеское время с использованием тихой дискотеки с наименьшими затратами! Наше видео не для тинейджеров, у которых всё в порядке с ночной развлекухой, а для православных супругов, у которых всё в порядке с духовной жизнью! Целомудрия здоровенная кастрюля, духовник, прозорливый старец 80-го уровня, куча детишек, воцерковленных до макушки, а кафист Петро и Февронии наизусть знают! Но только почему-то семья на грани развода! Ну, а потому что прокачивают всё, что угодно, кроме отношений друг с другом! И очень помогает, чтобы это супружеское время проходило комфортно! Хорошая музыка! Я музыку очень люблю! Да, и не только ты, но, к сожалению, есть люди, которые музыку не любят, или же музыку любят, но в данный момент хотят спать, в тишине причём! Угу! И для этого существуют такие технические средства, точнее, не только технические, а технически организационные средства, под названием «Тихая дискотека». Это очень оказалось практично, удобно и очень выручающе! Ну, это в Америке, в Европе это очень распространено, потому что там не принято мешать соседям своим шумом. А у нас в России это ещё не очень прижилось, и мы сейчас расскажем, как организовать эту самую тихую дискотеку в домашних условиях. Да, ну, для этого, конечно, обязательно необходим какой-нибудь компьютер с интернетом. Ну, сейчас вот, в последнее время многие пользуются именно ноутбуками, которым можно подключить наушники, в том числе и беспроводные, с блютузом. Ну, не обязательно блютуз, основа тихой дискотеки – это несколько наушников, подключённых к одной базе. Да. То есть наушники одной серии, у нас два комплекта двух науш... Ну, два комплекта два наушника плюс одна база, поскольку одинаковые, то можно... Все четыре подключить к одной базе. Все четыре подключить к одной базе. Тут возникает вопрос, а сколько вообще наушников нужно? Ну, практика показала, что четыре – это оптимальное число. Да. То есть, если у нас гости остались на ночь, то вряд ли их будет больше, чем двое. Если же мы вдвоём и слушаем музыку долго, то в одних наушниках аккумуляторы кончатся, мы наденем другие наушники. Но наушниками всё не оканчивается. Важно ещё иметь следующие аксессуары. Ну, во-первых, мы будем выпивать и будем чего-то кушать. Всякие вкусняшки. Да. Например, вот этот замечательный тропический коктейль. Поэтому понадобится какая-нибудь мисочка красивая, пара бокалов. Потом желательно ещё, чтобы хорошо пахло. Ну, мы используем такую свечку фонарик. Да. И жгём там самое наше любимое благовоние – это лада. Значит, поскольку дискотека у нас тихая и проходит ночью, то раздвигать диван среди ночи – это тоже шумно. Поэтому он у нас уже раздвинут, застели. И, чтобы сидеть, мы используем большие подушки. Да. Почему бы и не? Как бы тоже такой момент. Но ещё – это не всё из мебели. Ещё имеется вот такой вот кофейный столик. Да. Который оказался очень удобным. Да. Очень удобный. Православный называет его самой бесполезной мебелью. И в первую очередь его жертвуют на храм по принципу на те божи, что самим не гоже. Поэтому, если кто посещает церковные какие-то мероприятия, то можно обратить внимание, что вот такие столики там в большом количестве стоят. И на них стоят большие кадушки с цветами. Ну, мы такой столик купили в магазине специально для того, чтобы использовать по назначению. Вот эти столики, они бывают простые и надёжные, и бывают навороченные, но неустойчивые. Главный критерий столика такого – устойчивость. Вот я на него облокачиваюсь, и он не переворачивается. А он стоит себе спокойно дальше. А бывают ещё столики особой формы, чуть-чуть надавил на него, и всё, что на столике, перевернёмся. И всё на полу, и по весь в сладком. Теперь поговорим про технические средства. Значит, экран. Потому что мы хотим на наших певцов ещё и смотреть. Да. А наушники мы подключаем через порт наушников, подключаем к базе. Вот она здесь. Из базы торчит вот такой проводок, который заряжает наушники, которые сейчас не задействованы. У нас специальная полочка такая, где эти наушники сложены. А ещё у нас есть беспроводная мышь. Это очень удобно. Да. Управление, там, пауза, прокрутить, делать с помощью беспроводной мыши. Да. Ну, вот примерно и всё техническое обеспечение. Некоторые любят на такие столики ставить, собственно, бутылку с напитком. Но её вообще лучше держать в стороне, потому что кофейный столик, он не должен быть захламлён. Потому что это некрасиво и неуютно. Ну, красота и уют – это вообще-то понятия относительные. Тем не менее, посмотрите в интернет картинки с, по ключевым словам, столик в ресторане на двоих. И сравните это с вашей кухней. Ну, которая, даже если не захламлена всякой посудой, где там воняет жареной капустой, но всё равно ваша чистенькая и аккуратненькая кухня вам, скорее всего, порядочно надоела. А в спальне вполне возможно создать романтическую обстановку с десертом. Если хочется есть, ну, скушайте вы по тарелке супчика на кухне, а в спальне только десерт. Десерт может быть или с алкоголем, или без алкоголя. Как известно, алкоголь помогает в общении. Но его должно быть столько, чтобы было лёгкое опьянение, способствующее общению. Да. А не чтобы нажраться. Точно. Мы предпочитаем шампанское. Оно вкусное и действует быстро. Ну, и ещё оно хотя бы не очень крепкое, поэтому, в общем, его можно пить. И его можно долго-долго тянуть один бокал. Очень важно заранее подготовить то, что мы будем смотреть и слушать. Подготовить – это имеется в виду не то, что вы начинаете в Яндексе что-то искать, или с флешки что-то качать, а флешка ещё ваша не читается, а то, что вы нужную музыку или нужный фильм запускаете одним кликом. То есть, всё должно быть уже скачано или сохранено на страницу. И ещё очень важно, чтобы в процессе запуска ваша акустическая система не взрывела на весь дом. То есть, если у вас какие-то внешние колонки подключены заранее днём, проверьте, что выход на наушники работает как положено, что вся остальная система выключена. Она не издаст ни саму музыку, ни рёв, ни виск, ни иной акустический эффект. Помните, вы ночью, вы отдыхаете от всех, а все отдыхают от вас. Ну и теперь надо сказать, во что одеться. Ну, мужчине всё просто. Надо помыться и одеть что-то чистое, нерванное и удобное. А женщине больше всего подойдёт длинная ночная рубашка. Например, такая, которая похожа на вечернее платье. А чем отличается ночнушка от платья, надо пояснить нашим зрителям. Ну, так как нас смотрят православные, а у них в моде военно-патриотическая тема, то отличается так же, как отличается танк от самоходного орудия. Хорошее сравнение. Это надо полагать назначением и исходящим из этого конструктивными особенностями? Да. Ну, в ночнушке можно валяться на диване, и с ней ничего не случится. Она ничего не стягивает и не переживает. Вот. А платье, оно нужно для торжественных мероприятий. И в некоторых платьях не то что лежать, сидеть нельзя. А зачем такие платьи-то нужны? Это же, там, не за столик не сесть, не на фуршет, а как? Ну, это потому что, чтобы выскочить на сцену и после этого сразу переодеться. А, понятно. А наша задача танцевать медляки и валяться на диване. А для этого нужна именно ночная длинная рубашка, которая заодно скрывает варикозные ноги и обвисшие груди. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А славным женщинам это актуально. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. И отдельное слово про обувь. Обувь или никакая, или носки, или очень мягкие тапочки. Потому что под вами тоже кто-то живет. И он, скорее всего, тоже хочет спать. Причем в тишине? Чтоб никто не топал. Слушаем музыку, танцуем, расслабляемся, отдыхаем. И потом плавно отодвигаем столик от кровати, ложимся в кровать и тихо засыпаем. Ну, или занимаемся чем-нибудь еще. Ну, и в заключение глупые вопросы от умных людей. У нас нет... Читай. Ага. У нас нет места, чтобы танцевать. Ну, друзья, если вы придете на концерт, то на танцполе у вас будет для вашей пары еще меньше места, чтобы танцевать. Потому что другие тоже хотят танцевать? Потому что, да, другие тоже танцуют. Так что как-нибудь прижимайте друг к дружке и танцуйте. И при этом умудряйтесь еще глядеть на экран. Проверено на себе это возможно. Да, точно. У нас нет отдельной комнаты, ибо у нас в комнате живут дети, тещи, свекрови, собаки, коты, куры, кролики, пауки, ну и многие другие жильцы. Значит, надо выяснить, кто в вашем жилище главнее. Варианты такие, вы или не вы. Если главнее вы, это значит, вы должны всех ваших жильцов выгнать на то время, когда вы собираетесь вдвоем побыть наедине. Если вы в самом деле главнее, значит у вас на это есть право. Если же главнее не вы, а кто-то другой, значит вы должны уйти на время, когда вы хотите побыть вдвоем. Куда вы пойдете, это уже в меру ваших фантазий и в меру ваших возможностей. Это точно. Мы не можем выбрать, что смотреть и слушать. Так, ну, берите поисковую систему, например, Яндекс, и вводите слово «песня» и две цифры в диапазоне от 70 до 90. И получите музыкальные программы советской и российской эстрады. Это наши вкусы. У вас вкусы могут быть какие-то другие. А у нас вообще нет компьютера? Ну, если нет компьютера, то используйте смартфон, магнитофон, телевизор, радио или какой-нибудь другой источник звука. Точнее, музыки. Музыки. Да, кстати, мы на даче, когда одни смотрим по телевизору музыкальные программы для подростков. Ну, наших православных друзей от таких клипов тошнит, а нам прикольно. Ну, а что, посмеяться, поржать, обсудить степень умственной деградации и сексуальных извращений персонажей, которые на экране. Ну, заодно под музыку в ритме подвигаться. Да. А еще заодно, понимая вкусы современной молодежи. Да, понимая вкусы современной молодежи, не православной. Ну, да. Но... А ведь и православные иногда это смотрят. Ну, да. Потому что мы какой-нибудь вспомним клип на православном мероприятии молодежном. А они, оказывается, его тоже видели. Они тоже знают, Васю. Ха-ха-ха-ха. Хотя у Тареса уже. Да, точно. Но не комплексуют. Да, да. И тем не брезгуют, третьим не брезгуют. Нам не нравится предложенный вами способ проведения супружеского времени. Ну, значит, найдите какой-нибудь свой способ, когда вы будете вдвоем и будете укреплять отношения в вашей паре между друг другом. То это не важно, как укреплять отношения между супругами. Важно это делать как-нибудь. И чтобы это было эффективно, чтобы все это работало. На этом мы прощаемся с вами. С вами были семьеведы-любители. Колян Платков. И Лена Магадан. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Платочек. Ставьте лайки, пишите комментарии. Если дизлайк поставите, напишите хотя бы за что дизлайк-то. До свидания. Спасибо большое за внимание. До встречи в следующих видео.